всем привет друзья у нас сегодня уже следующий день и я начинаю снимать вечером уже у нас принципе ничего не происходило мы отдыхали серёжа работал за компьютером вот сейчас недавно приехали из магазина будем сейчас готовить посмотрите снег мы думали вчера что он растает весь но нет еще даже больше насыпала снега за ночь видите как на крыше везде пока еще фонарики не включились на сережек может сам включить от не вроде 8 включается времени пол восьмого в общем вот так видите снег везде по всему участку кроме дорожек что кстати очень хорошо но мы сегодня не грелить и мангалить не пойдем на улице ветрено мы не хотим вот здесь мы начали готовить в общем серёжа чистит картошку и займется сейчас тем что будет жарить и а я значит сегодня до того как мы поехали в магазин замариновала стейки вот ну просто они были без всего обычные бывают стейки таки знаете продаются сразу приправками то есть ничего не было вот ну в общем чуть-чуть они у меня помариновались и вот так поставила их жарится тушиться не знаю сказать в общем огонь уже уменьшила вначале с двух сторон на большом огне запечатывал чтоб сок внутри оставался а теперь уже сделала меньше огонь и они будут у него так готовится друзья у меня готовы стейки у сережи уже готова картошка жареная и еще у нас будет салатик с красной капусты вкусно сладкая красная капуста вот сейчас процессе приготовления салата так друзья ну вот я уже дольки отдала тарелку сейчас еще серёжа потом себе тоже текарте какой стык или один пополам с тобой сидим давай какой-либо любой там еще зелень у нас кинза минза укроп лук золотик сам себе положишь давай туда тазик 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 тебе потом уже таким капусту поелу тут очень очень хорошая сказал у нас бурма красную капусту и белую нет и вот и я чуня это хоть вот друзья видите уже зажглись сами фонари фонари хотел сказать фонари фонари снег так и лежит никуда не девается выехали в магазин и в озон сереже надо было вот ужасная погода посмотреть вчера было все так снег хорошо сейчас кто-то дождь все тает уже ужас давай скорее серёж приехали мы из магазина в общем купили там все чтобы сделать рис с мясом типа плова ну конечно это не плов такой как традиционный поэтому говорю рис с мясом вот индейка морковка нам нужно будет рис масло лук у нас есть и спец еще взяла где-то должны быть друзья серёж там лед что-то вытряхивает он делал значит в льдышнице лед вот он заморозился уже перекладывать в контейнер надо его поднять чтобы мокрый в общем вот у нас здесь лук морковка мясо все это пережаривала я сейчас уже буду добавлять туда два пакетика риса у меня просто рис пакетика специи смели-сунели я купила соль ну и дальше чуть может водички долью и будет она у меня так затронуть так а это вот лед видите большой поменьше разные тут очень формы всякие ногти серёж так и не проходят выходит потихонечку слазит лишь уже пошло уже более-менее так ну вот видите вот таким на два пакетика вот не мало кого два пакетика немало но они сделают чуть-чуть водички а то может добавлю водички перемешают смотрю рис будет увеличиваться в размерах и уменьшаться пока достаточно но сейчас чуть-чуть попозже посолю все и вот видите в этом соке с морковкой с мясным мясном соке все будет готовиться очень такой а-ля плов рис с мясом ну я в общем решила хотя три пакетика кинуть потому что мне кажется что я вижу только одно мясо и овощи я понимаю конечно что риса станет больше когда разбухнет но все таки мне кажется что нужно его побольше не стоп сколько я кинул вот такую приправку я купила хмели с мели вот ее добавлю друзья ну вот видите рис готов не классический кашплов на общем так и вкусный у нас ужин привет друзья мы в перекрестке в магазине парите тут уже к новому году всякая появилась слушая у нас в каких цветах елка наряжается не помнишь и не синие с серебристым или золотистый сразу нет или серебристый по моему я по-моему серебристый последний раз нет хотя бы если серебристый тогда вот серебристый что можно взять шапочки нам не нужны вон драк вот дракона будет дракос в другом мягкий ну давай символ года а это пока непонятно какие у нас какого у нас цвета все это будет ну просто глаза чуть не видно они все такие ушанки ну вот тогда не набери вот бери любого как у кого тебе больше нравится так вот в общем что мы взяли сейчас будем готовить посмотрите это там взяла данька сырки взял лук красный морковку высот картошку готовить с овощами картошка вот такой взяли символ нового года под елочку сливки это армянское вино по акции красное и белое так в общем то нам нужно еще мясо для нашей картошки с овощами и с мясом вот но еще может от помелочь вот это что такое интересно вот это вино взяли просто потому что она идет по очень хорошей акции сейчас пускай стоит то что потом кранужина она без акции идет так это кисломолочный безжиренный со вкусом черники короче говоря это что-то такое напиток кисломолочный без добавления сахара на такой может быть и взяла бы черника земляника здесь получается дыня что-то кокос миндаль клубника так что такое она его клубнику клубника арбуз странно койт так но взяла в общем все там черника до клубника земляника черник сейчас часть данька смотрит какой манга и мангу до конца нет это машины в этом дом есть мясо надо не забыть так пастила беру ну что шоколадки выбрали добавим и так много их у нас а кстати даня в новых ботинках я не показывала вчера то что я прочее ногу подвернула вчера ведь и поэтому хожу вот в таких вот в общем вчера поэтому даже ничего не снимала нога болел очень сильно и вот данес поехал мы как раз поехали вот эти забирать ботинки и я подвернул ногу удобность теплая может пока он поймут в этот вот вообще выглядит хорошо так ну что вот такую я кстати люблю миндаль кокос на белый шоколад данька мне дал ладно возьму так друзья хлебушку я беру белый а серьезно она хочет взять вкусный да какой-то но то вот это вот все наверху тоже вкусный а мягкий есть многие тут эти вот жесткие понятно вот эти наверху мягкий очень вот этот мягкий а вот это нет смотри вот на закваски посмотри и до живой запас для него такой выбрал какой-то любишь ты такой брал зерновой заряд а вот это может быть все же тебе нравится вот медовик поход сибири какой медовик ну возьми если будешь кушать бери я просто я вот у природы кусочек съем какого числа вот следующий сегодня уже 30 мандата должна быть сколько хранится 7 суток 27 28 29 30 31 1 2 ну по 2 ну съешь за два дня а вон еще есть другие медовики это вообще непонятно что я не поняла что видишь так две филешки куриные картошки колбаску и тортик медовик взяли принципе все есть только вода нам нужно что-то такое для того чтобы картошку с мясом приготовить все у нас есть такое мы брали сорти сыра такие они вкусно только нацию сургутности до нормальной куколу данька взял там это энергетик какой-то и сейчас воду серёжа возьмет так у меня есть вода газ есть вода газ ну а вот что же просто на это на себя надевать до яркими быть так ты них ты еще не созрел дали на то чтобы тебе одеяло вот для блюджей шерсти вышли мы уже из магазина вот что хочу сказать вот значит вчера подвернула ногу поэтому вчера ничего не снимала как бы нога болела не до этого было но она мазала ее мазью там небольшой у меня синяк в общем как подвывих небольшой здесь получился вот выпила обезболивающее у меня был краса безболище нестероидный нестероидные вот это против воспаления обезболивающее для руки его покупала мне выписывал врач вот как раз выпил его на ночь для ноги сегодня мне лучше конечно но ботинки вот эти свои решил не надевать то что как бы там голеностоп такой неустойчивый и ну как-то мне давит они неудобно надевать в общем отдела поэтому надела вот эти вот резиновые сапоги ну кстати мы сейчас были в магазине вот тут в мажайске я видела там мужчина вообще в таких громадных резиновых сапогах и в общем тут по-разному ходят у кого-то частный сектор как удобно так и ходит а у нас посмотрите какая погода видите потеплела 7 с половиной градусов поэтому снег-то растаял но где-то грязюка где-то так в общем но потеплело вот вчера я готовила как раз курицу с картошкой с овощами очень вкусно получилось вот они все не сказал что он тоже готов это есть мы тоже решили ладно можно еще денек поесть вкусно так готовлю мультиварки очень удобно получается как запеченная немножко такая вроде как и не в духовке а с другой стороны а ну не вареный вкусно вкусно сейчас приедем будем готовить сразу завтра нам должны привезти из хоффа матрас раз который мы заказывали доставка вроде как на утро поставлено но мы не знаем точно потому что нам уже доставляли мебель в данину комнату и там как получится они пишут конечно там с 9 до 3 но на самом деле это может быть не так как они доедут до нас так доедут ну наверное них приоритет ставят себе что желательно побыстрее там в первую половину дня но в любом случае они будут выстраивать маршрут так как удобно потому куда у них доставка есть вот ну я надеюсь не знаю в кофе у нас не было такой проблемы как вальдорадо там вроде какие-то частные да у них а их их доставка то есть как вальдорадо если кто помнит то мы заказали стиральную машинку с доставкой и нам не привезли потому что потом вальдорадо нам сказали что они просто заказывают участников если частник не хочет вести вот этот заказ но ему неудобно вообще в эту сторону ехать а там естественно что мы там не черте города вот так ему он не хочет ехать то он просто примеру может не приехать и все ничего не будет потому что я не заказывают частную перевозку а то что люди сидят ждут им все равно но в кофе у них своя доставка поэтому тогда не должно быть вы тоже заказывали прошлый раз кресла вот шкафы на грудь они все в комнату и все нам приехала хотя тоже как бы понятно что может где-то рядом там и не было доставки у них еще это было конечно по подмосковью но явно же не рядом с нами так вот так что сегодня смс пришла сказали написали что завтра ожидайте заказ и завтра я думаю но не позвонят перед доставкой все в общем мы на даче я сегодня не поехала на лечебную физкультуру но из-за ноги из-за того что нам надо было ехать в москву и тут же возвращаться то что завтра с утра с 9 могут привезти в 9 никогда не привезут они пока загрузится то есть он неважно в любом случае завтра должны привести завтра уже ехать было бы поздно и зачем уезжать на один вечер но вообще мы могли бы смотаться просто на лфк я была записана но вот с ногой как бы неудобно вообще мне было куда-нибудь час идти я вам говорю в чем нахожу надеюсь до среды сегодня понедельник завтра вторник получается матрас мы получаем я надеюсь что до среды все будет нормально и я смогу пойти на лфк все таки у нас дела показала что мы купили в магазине и в общем ну дальше может что покажу рабом дом друзья хотела вам еще показать вот мы покупали вот такой вот сыр полутвердый мраморная с его ванной с итальянскими травами он был в обсыпке знаете похож на тот который с крыма мы привезли в общем из крыма только тот который мы привезли он был твердый а этот видите полутвердый вот но вкусная обсыпка была вкусно так что если что такой вот могу рекомендовать перекрестки набрали ну как рекомендовать в общем неплохо неплохо не скажу что лучше чем который был в крыму но неплохо так друзья в общем курицу забросили мультиварку и она обжаривается у нас небольшом количестве масла сейчас серёжа режет лук сюда кинем потом морковку такими побольше кусочками не совсем маленький на картошку закроем она будет все готовится у нас хорошо вот там картошку почистим порежем как раз мясо уже будет полу готова картошку кидаем все в специи и все готово быстро вкусно крышку сейчас не опускаю то что мне надо чтобы курица не давала сок обжаривалась у меня видите стоит режим жарко и пока я готовлю на режиме жарко я не закрываю мультиварку то что не надо сейчас здесь же что у меня именно обжарился лук и потом обжарилась морковка морковку же даст сок там и тогда я уже конечно крышку прикрою и возможно поставлю другой режим да обычно я ставлю чуть-чуть на жарке щупа будет потом другой режим поставить так вот лучок до 1 что картошку много чем сделано нормально я сейчас с лучком обжаривается все это прекрасно